Кусок пятый. Стрелять в дырявого. Летними вечерами, когда малышливые сумерки окутывают лес и с высоких гор украдкой соскальзывает к равнине ласковая прохлада, не вспоминаются, а может и грезятся, шумные гаи прошлого сезона. Последняя охота откричалась, отлаялась, отстрелялась еще в середине зимы, а у меня в ушах до сих пор гремит ее протяженное эхо. В ноздрях шевелятся запахи липкого снега, порохового дыма и теплой сдверинной крови. Такие волнующие, но приятные переживания бывают у меня в хорошую погоду и при хорошем настроении. Однако не всякая еда состоит вся сплошь из лакомых кусочков. Иной раз попадается и такой кусок, что проглотить-то его проглотишь, но благодаря Аллаха, если не подавишься. Полубессонными летними ночами, когда льет дождь и грубые лапы собачьего ревматизма стискивают и крутят суставы, мне вспоминается, а может и грезится, одно ужасное невеселое приключение. Это случилось через несколько недель после окончания сезона. Лес уже задумался о весне, готовился к ней, подгоняя соки своих растений поближе к почкам. На солнечных склонах снег почти стаял. Для тупорылого свиного племени наступили худые времена. Орехи и желуди подобраны подчистую, но, вероятно, кое-что еще можно было выковырять из размягшей земли, и кабани и покопы встречались на каждом шагу. Как всегда в это время года, лесники и егери протягивали руку помощью свирепым лесным жителям. В специально отведенных местах выгружали целые подводы с кукурузными початками. Да, зато осенью с этими нахлебниками будут говорить по-другому. Однажды утром лесничий подъехал на машине прямо к моей будке и, открыв заднюю дверцу, крикнул. «Сюда, картечь, садись быстрее!» Я удивилась, но мешкать не стала. Сначала мы двинулись по нашей главной лесной дороге, потом свернули на узенькую и извилистую, затем спустились в балочку и некоторое время медленно ехали между пологими скатами двух шпилей, густо заросших молодым дубняком. Правый, южный скат, был в редких пятнах наздреватого, грузно осевшего снега. Левый, северный, еще весь белый. Мы остановились у большого кабаневого мазива, устроенного прямо на дороге. Обе глубокие колеи, наполненные водой, звери так расширили и разворотили, что на расстоянии в 3-4 человеческих шага соединили их вместе. Получалась здоровенная лужа с вязким дном. Не проехать, не проплыть. Хорошо поработали, чушка, сказал шофер Хасан. Последнее слово со смаком. Лесничий посмотрел вокруг. Объезжать негде, теперь мы их упустим, смотря как пойдут. О ком речь? Я этого не знала и путалась в догадках, словно в цепких зарослях терновника. Охоты давно нет. Хищники, шакалы и лисы, частью бежали из угодий и лесничества, частью истреблены. Непонятно. Неожиданно ухнул недалекий выстрел. Я сдрогнула. Посмотрела в глаза хозяина. Идем, кортечь. Стрепенулся он. Хасан, разворачивайся и скорей до развилки. Подъедешь с другой стороны. Понял, где стреляли? Понял. Ну, давай. Лесничий прицелил поводок, прицепил к моему ошейнику, скинул на плечо карабин и почти бегон устремился вперед. Хасан дал задний ход и, видавший виды газик, начал разворачиваться, буксуя в грязи и жалобно завывая. От дороги мы немного отступили в сторону и зашагали по снегу, постепенно взбираясь все выше и выше по теневому склону шпиля. Скоро мы были уже наверху, на обширном плоскогорье, засаженном когда-то ровными рядами красного дуба. Стройный, красивый лес совсем недавно начал плодоносить. Весь этот участок, разумеется, испещрен кабаньями следами и вдоль, и поперек, и наискось. Ищи, картечь, приказал лесничий. Что искать? А что, собственно, я ищу всю жизнь? Конечно, свежие следы, свежих следов тут сколько хочешь, но из них я должна выбрать самый наисвежайший, с самым тепленьким запахом. И вот он, этот след. Свежее быть не может. Он одинаково четко воспринимается и носом, и глазами. Кабаньи ноги продавили неглубокий, крупнозернистый снег. Да еще и на полкопыта ушли в черную землю. Страшный матерый вепрь, весящий, судя по отпечаткам, побольше, чем отъевшийся за осень. И шаг каких-то полчаса назад был здесь. Отсюда он отправился прогулочной походкой мерзавец в сторону той лесной дорожки, на которую скоро выйдет Хасан. И это еще не все из того, что я могу сообщить. Я мгновенно определила, следы принадлежат моему старому знакомцу, которого я множество раз поднимала в гаях. Но лишь изредка доводила до засады, которая так и не сумела его убить. Немало нервных торопливых выстрелов было по нему сделано. Свинца под шкурой свирепого сикача, наверное, побольше, чем хотелось бы иметь любому зверю. А сколько раз я вонзала свои зубы в его ляжки, налитые тугим салом, прокусывала, одеревенела их хрящи его ушей. На моем теле тоже найдутся отметины, оставленные его клыками. Если бы этого кабана убили даже сегодня, он мог бы расстаться со своей жизнью, считая, что еще заранее и с лихвой отомстит за все. Я уже не говорю о ночных бесчинствах на полях, огородах. Стоит хотя бы упомянуть о трех растерзанных собаках или об ужасном истеричном припадке у одного малоопытного охотника. Я тихо зарычала от возбуждения и натянула поводок. Лесничий остановился, с трудом переводя дух. Я обернулась и посмотрела ему в лицо. Он о чем-то задумался, потом долго глядел на меня, наконец принял какое-то решение и отстегнул поводок. Значит, все-таки охота. Я бежала, стараясь, пока не увижу зверя, производить поменьше шума. Недалеко от того места, где я наткнулась на следы, кабан круто завернул влево, и теперь отпечатки его копыт вели туда, где недавно прогремел выстрел. Кажется, и хозяин шел туда же, только не по моему пути, а по более короткому, напрямик, без всяких поворотов. Я, конечно, видеть его уже не могла, но знала, что лесничий угадает верное направление. Кабан часто останавливался, наверное, прислушивался и нюхал воздух. Уже недалеко от дороги он основательно покопался в земле, затем дальше пошел. Сейчас, еще чуть-чуть, еще минутку, и я его уви. Бах! Выстрел совсем рядом. Неужели хозяин? Нет. Не мог он так быстро успеть. Да и не мог этот карабин, не его. Звук совсем другой. Я пробегаю несколько шагов, и вот какая картина открывается перед моими глазами. Лежит мой кабан, а возле него топчутся двое незнакомых людей с ружьями. Они меня пока не видят. А я остановилась за кустом, волчьи ягоды, и наблюдаю. Чужие люди в наш лес сами не ходят. Если и бывают незнакомые, то только во время сезона. Да и не иначе, как вместе с лесничим, а то и с директором. Тут что-то не так. Не по правилам. Я вспомнила непонятную озабоченность лесничего. Его тревожный взгляд. Его слова. Теперь мы их упустим. Ну, как это я? Дура старая. Сразу не догадалась. Браконьеры. Вот кого я не должна упускать. Раньше мне не приходилось встречаться с ними. Но слышать-то я про них слышала. Один из браконьеров уселся верхом на тушу кабана. Другой порылся в рюкзаке, вынул бутылку и стал ее откупоривать. Вот когда в моей душе поднял голову гнев и встало на дыбы справедливое негодование. Лежит убитый сикач. Тот самый сикач, которого я всегда стремилась загнать и выставить на хорошего охотника. Он был моим злейшим врагом. Ни о чем я так не мечтала, как когда-нибудь сласть потрепать его за мертвый загривок. Но сейчас я жалела о смерти моего врага. К нам в лес пришли чужие люди. Убили кабана и украли у меня страстную мечту, ради которой я жила от сезона к сезону. Я воинственно лаю и бросаюсь вперед. Чужие люди испуганно вздрагивают и оглядываются. Один роняет бутылку, другой, тот, что сидит на кабане, скидывает ружье и целит меня. Конец. Вот так прямо в мой лоб и будет выпущена пуля. Но если я даже уверена в неминуемой гибели, отступать все равно не могу. Иначе я не картечь. И вдруг кабан мощным прыжком скакивает на ноги. В эту секунду рявкает выстрел и бежит прочь. Браконьер вопит от страха, бросает ружье и после трех-четырех кабанних скачков летит кувырком с крутой звериной спины. Чуть обалдевшая от звука выстрела и ударившей в ноздри пороховой гари, я сажусь на землю, мотаю головой. Цела? Не вредимо? Браконьер лежит ничком, уткнувшись носом в снег, простроченный как раз на этом месте красными каплями кабанни и крови. Его приятель, как бы очнувшись, бросается к своему ружью, прислоненному к дереву. Но тут снова раздается выстрел. Приклад браконьерского ружья разлетается в щепки. Стволы падают в снег. Это сказал свое горячее слово карабин лесничего. А вот и хозяин подбегает, тяжело дыша, пот с него как и так и льет. Хочет что-то сказать и не может. Только руками размахивает, но и это ему трудно делать. Тем более в одной из них карабин. Лежавший на земле человек начал медленно подниматься. Второй браконьер подхватил валявшегося в снегу ружье, которое стреляло по мне, и пустился на утек. Я хотел его догнать, но лесничий не позволил. Не надо, картечь. Сиди спокойно, умница ты моя, говорил он, крепко держась за мой ошейник. Не надо, ведь убьют же. И как я тебя одну отпустил? Сквозь стволы деревьев была видна узкая дорога. Браконьер выскочил на нее и шумно затопал между колеями. Скрылся. А этот, ух, как мне хотелось укусить его. Встал, покачиваясь, на ноги и выругался. Ну, кабан. Ну, сволочь. Сами вы сволочи, сказал хозяин. Чего стоишь? Иди к дороге. Когда мы вышли на дорогу, то сразу услышали мерное гудение автомобильного мотора. Затем, о, господи, кончится это сегодня или нет. Снова треск выстрела. Гул двигателя спустя несколько мгновений оборвался. Неужели в Хасана вырвалось у хозяина? А ну, бегом! Он толкнул браконьера в спину. Тот, прихрамывая, засеменил вперед. За вторым поворотом мы увидели заляпанную грязью машину и Хасана, громко причитавшего и грозившего кому-то длинной железякой. «Хасан, ты целый?» крикнул лесничий. Еще издали. «Целый, целый!» с раздражением передразнил Хасан. «Гады такие! В людей стреляют! Вот смотри!» Он показал на левое переднее колесо. Еще немного и прямо в меня. Колесо, пробитое пулей, было спущено. «Ну, слава Богу!» выдохнул хозяин. «Значит, он не в тебя, а в покрышку стрелял». В покрышку, в покрышку не унимался Хасан. «А откуда ты знаешь?» «Он, конечно, просто промазал и все. Тут каких-то полметра и нет». Он горько рассмеялся и добавил плачущим голосом. «Крышка?» «Не по крышке, а шоферу». «Ну, ладно!» Сухо ответил лесничий. «Меняй колесо и поедем. Никуда тот парень не денется. Его дружок, которого он бросил, он в наших руках». Хасан вытащил инструменты и, недовольно ворча, начал снимать колесо. Его руки дрожали. «Ничего я вам не скажу, ни с того, ни с сего, угрюмо», сказал задержанный браконьер. «Тебя пока ни о чем и не спрашивают», оборвал его лесничий. «А когда станут спрашивать, все скажешь. Ничего не утаишь. Отпусти». «Да, к жене и детям, да? А может, к папе и маме? Лезь в машину, быстро!» Кому сказано? «Лесничий с браконьером на заднем сидении, я на переднем. До усадьбы лесничество доехали благополучно. Меня водворили на мое место. Браконьера повели в контору. Что там было дальше, я не знаю. Уже после обеда, когда мне позволили послоняться по двору, я оказалась случайной свидетельницей разговора лесничего и шофера Хасана. Хозяин стоял на ступеньках конторы, когда шофер твердой походкой приблизился к нему и вручил листок бумаги. «Все, товарищ лесничий», сказал Хасан торжественным голосом. «С этого дня я больше не ваш шофер». «Ты что выдумал?» Лесничий пробежал глазами бумажку. «Почему?» «А потому, что у меня жена. Молодая и красивая. Очень красивая». Хасан чуть не плакал. «Ведь если я погибну на этой проклятой работе, кто-нибудь обязательно на ней женится». Лесничий сдержанно засмеялся. «Но если погибнешь, ты уже об этом ничего не узнаешь. Зато сейчас знаю. Понимаешь? Обязательно снова выйдет замуж. Красивая она, молодая, на 10 лет моложе меня. А может и не выйдет? Выйдет». «Выйдет». «Как же не выйдет?» «Нет, не могу». «Успокойся. Ничего с тобой не сделается. Работай». «Нет». «Как это? Стреляют живых людей, женатых». «У нас пока еще никого не подстрелили». «А говорят?» «Тебя самого ранили несколько лет назад». «Чепуха». «Слегка задели». «Ага, тот же». «Нет, не буду я пойти шофером». «Пускай другой дурак эту баранку крутит». «Бензин в машине, машина в гараже, ключи от машины и гаража, вот, бери». Хасан вынул из кармана связку ключей и отдал лесничему. «Долго размышлять о непонятных человеческих взаимоотношениях я не стала. Моя бедная голова была занята главным образом мыслями о старом кабане, многократно стрелянном и кусанном, сумевшим и на этот раз обмануть смерть. Сегодня он задал хорошую загадку и мне, и людям. Сколько времени пролежать в беспамятстве ему, пролежал, а потом очнуться в самый удачный момент, а если он очнулся раньше и просто выжидал, шерсть становится дыбом, как подумаешь о необъяснимой его силе и живучести. Неужели такая добыча не по зубам лучшей собаки предгорных лесов? Неужели знаменитой картечи, при имени которой трепещет весь звериный народ, так никогда и не удастся выгнать заколдованного вепря на искусного, не знающего промаха стрелка? Этого кабана знал Палыч, знал о его лесничий, знали все собаки и, кажется, никто уже не верил, что когда-нибудь увидит его внутренности. Свирепый лесной выродок получал разные клички вездеход, губернатор, генерал и даже охотный спектр. Потом, наконец, за ним закрепилось менее уважительное и, по-моему, не совсем точное прозвище Дрявый. Один из егерей утверждал, что как-то заметил на просвет его левое ухо, пробито чьим-то жаканом 12-го калибра. Дыра в ухе большая, круглая и правда была, но как егерь определил калибр пули и ее тип я не знаю. Спустя несколько недель после приключения с браконьером дырявый снова был у нас с лесничем почти что в зубах. Наш кабан, вероятно, ходил с больной головой, чуть тронулся в результате последнего ранения, вот и угораздило его попасть в ловушку. Кабань и ловушка, круглая загородка, этакий дворик в чаще леса, делается из чистокола жердей, иногда, если жерди тонкие, укрепляются еще и проволочной сеткой. С одной из сторон гостеприимно поднятая параллельно земле дверь, внутри щедрое угощение, состоящее из кукурузных початков, картошки, старые подозрительные самцы редко попадаются на эту удочку. Зато молодые свиньи, поросята обманываются легко. Целыми семьями заходят они вовнутрь загородки, цепляются за натянутую в центре проволоку, дверь падает и гости уже не могут покинуть место пиршества без помощи хозяев. А хозяева подставляют ящик за ящиком к закрытой дыре и другой части ограды. Открывают дыру, затем сбираются на чистокол и поднимают шум. В панике мечется глупая свинота по ловушке и заскакивают поодиночку в ящики. Куда-то их всех потом увозят на грузовой машине. Говорят, переселяют в далекие неизвестные леса. Лесничий, я и егерь этого участка приехали посмотреть на пленников ловушки. О, Мазитха, бог кабардинского леса, о, Апсаты, бог балканской охоты, внутри чистокола сидит в грязной луже, дырявый, мечется взад-вперед еще целая гурьба его мелких соплеменников. Вся земля, недавно освободившаяся от снега, истоптана в хлюпкое черное месиво. Смотри, закричал егерь, дырявый попался. Вижу, ответил лесничий, не ожидал я, что он сваляет такого дурака на старости то лет. Валаги, да чего же страшный, а в ухе у него и правда дырища. На клыки, на клыки погляди, ты думаешь, он полезет в ящик? Не полезет, после некоторого раздумья, сказал лесничий. Да у нас и нет ящика по его размерам. Я очнулась от минутного оцепенения и взялась за свои обязанности, стала прыгать на сетчатую дверь, лаять. Сетка висела на толстой дверной раме, перехваченной поперек несколькими жердями, между которыми могла протиснуться только лаять сетка и все. Только кошка. Сквозь проволочную ячейку я видела, как дырявый медленно вышел из лужи, мутная жижа стекала с него ручьями, вепрь грозно рявкнул и, клацая клыками, подскочил к сетке. Лесничий егерь отпрянули, я тоже. Это как же с ним возиться, с таким, с таким? Егерь никак не мог найти подходящего слова. Пристрелить что ли его? Перебил лесничий. Вот бы чучело получилось. А я все лаяла. Теперь не уйдешь, образина дырявая, теперь тебе конец. Однако ни торжества, ни удовольствия не было в моей душе. Я даже злилась на кабана за то, что он так глупо влип. Значит, не станет он моим трофеем, не исполнится мечта стольких лет моей жизни. Дырявый вдруг разбежался и мощным тараном врезался в дверь. Чистокол затрясся. В верхней части кабаньи во лба заметен был свежий продолговатый шрам. Память о браконьерской пуле, которая вошла в голову под углом, покорежила кожу, сало и мясо, но так и не пробила черепную кость. Конечно, по мозгам получил он крепко. Было отчего грохнуться на зиму и на какое-то время забыть, что у тебя есть еще они, мозги эти самые. «Картеч! Слышь, картеч!» Заврал испуганный егерь. «Замолчи, хватит лаять! Зверь уже как бешеный!» Лесничий затолкал меня в машину и запер в ней. А дырявый снова атаковал дверь. Я слышала, как трещались жерди и лязгала сетка. Видела через ветровое стекло, как окровавилась рыла сикача и как сломался один его клык. «Стрелять, что ли?» «Спрашиваю», крикнула Лесничий. «Сетка уже разошлась, видишь, сломает пару жердей и...» «Нет, не надо». Егерь взялся рукой за карабин Лесничего. Его нельзя убивать. В голосе егеря звучали нотки какого-то суеверного ужаса. Дырявый специально влез в ловушку. Он умный. Он знал, что в ловушках не убивают. Не надо. Убить Дырявого нельзя. Лесничий тянул к себе карабин, но егерь цепко держался за ствол. Я охрипло от истеричного лая. Сикач еще дважды вламывался в дверь, а на третий с хрустом протиснулся в слишком узкий для его туши пролом и не очень быстро побежал к зарослям чагарняка. Он слегка покачивался на ходу, с его морды падали клочья кровавой пены, визгливая гурьба мелких свиней проворно просочилась наружу и бросилась в рассыпную. Вот тебе и дырявый, проговорил лесничий. У него клянусь особая судьба, извиняющимся тоном сказал егель. Я была с ним согласна. Кусочек пятый. В нашем пруду за тягарняковой балкой уже несколько дней ловят рыбу. Даже не ловят, а просто вычерпывают, предварительно спустив из пруда почти всю воду. Палыч ходил помогать, а потом простудился и уехал домой в село. Я тоже прихварываю, но не от простуды, у меня болят суставы, особо туго приходится по ночам. Все тот же ревматизм. У людей, я знаю, тоже такое бывает. Настроение паршивое, днем жарко, скучно, по ночам скучно и холодно, даже сны какие-то тоскливые. Иногда меня забывают вовремя покормить. Вчера я опять сидела голодная, когда вдруг появился Федя. Вдруг, потому что он не мяукал еще издали, а двигался молча и тащил в зубах свежего карпа. Рыбина была великовата и тяжко пришлось коту на пути от пруда до огорода. Вдобавок Федька уже так набил брюхо на рыбалке, что оно едва не задевало землю. Наш старый приятель бросил карпа возле фанерного балагана, а сам улегся спать в тени. Когда рыба захрустела на моих зубах, кот лишь приоткрыл сонно замутненные глаза и снова сомкнул веки. Федька проснулся под вечер, заторопился к балке. Даже потрепаться со мной было ему некогда. Я только успел спросить, как он теперь насчет выпивки. Ответил на ходу, что завязал. Рыбная диета помогла. Валаге нет ничего хуже одиночества. Хоть бы дырявый не стал дожидаться ночи, а приплелся на огород прямо сейчас. Я бы даже крикнула ему сначала «Салам алейкум», а уж потом полаяла бы от пуза. Между прочим, дырявый крепко сдал за последнее время, оттащал страшно, еле ноги волочит, не дай бог, околеет до открытия сезона охотничьего. Меня все время преследует такое чувство, будто я забыла о чем-то очень-очень важном. Часами ломаю голову, но не могу понять, в чем дело, что я должна вспомнить, какую-нибудь свою обязанность, какой-нибудь случай из своей жизни, место, где что-нибудь ценное зарыло в землю, да неужели я так и не ага, вспомнила слова Чегетовича, этот собака на охоту больше не пойдет. Тогда я не обратила особого внимания на его фразу, но вероятно, зерно беспокойства было заронено в мою душу, а потом стало потихоньку прорастать. Нет, не прав он, нельзя без меня, какая же охота без картечи, пусть хоть упал спросят, а покажите мне любую звериную тропу, так я вам сразу определю, когда по ней прошли кабаны, сколько их было, какого они возраста и что ели сегодня утром. Могу даже сказать, сколькими из них я уже встречалась в прежних гаях. Кстати, мне знакомы почти все представители этого дикого племени в возрасте от трех и выше. А теперь скажите, где та молодая собака, которая превзошла бы старую картечь в ее познаниях и опыте? Нет, нынешние лайки не те, да ведь я ей больше и сильнее выносливее любой лайки, по крайней мере, всегда такой была, особенно раньше. Скорее бы сезон начинался. Судя по всему ждать осталось недолго. Травы и листва деревьев уже изнемогают от пышной своей зрелости, уже не радуются знойным лучам солнца. Дыхание земли, отягощенное обилием плодов, стало густым и медленным. Всякая мелкая живность мыши, суслики, зайцы заканчивают воспитание своих детенышей. прожорливые птенцы покинули родительские гнезда. Дикие поросята уже давно сменили желтые в коричневую полоску шкуры на темно-серые. Скоро, 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 я радуюсь, но в то же время недобрый холодок неясной тревоги обволакивает мое сердце. Чего я боюсь? Продолжение следует...